Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Потанина, и я сейчас смотрю в объектив камеры и практически ничего не вижу, потому что я настраивала освещение, купила себе новую лампу. Вот она тут, кстати, сзади подсвечивает. И пока я ее настраивала, она меня так ослепила, что у меня уже минут пять перед глазами плывут какие-то точки. Я надеюсь, что скоро это пройдет. Ну, в общем, если мой взгляд будет как-то странно блуждать или у меня будут красные глаза, значит, что это все из-за вот этой вот лампы. Сегодня речь пойдет о моей любимой корейской косметике, и я вас буду знакомить с брендом Be On You. У меня здесь много интересных продуктов. Сегодня будет и уход за лицом, и уход за волосами. Уход за лицом сегодня будет идеально подходящий для тех, кто хочет максимально долго сохранить молодость своей кожи. Вот если у тебя только появились какие-то первые признаки старения, но мне не нравится слово старение, давайте заменим его на взросление. Первые признаки взросления, и ты хочешь максимально свою кожу поддержать, напитать, увлажнить так, чтобы она максимально долго оставалась молодой и красивой. Вот этот уход как раз будет про это. А уход за волосами у нас сегодня будет направленный на стимуляцию роста волос от выпадения, от перхоти, от зуда кожи головы и от других проблем. Be On You. Интересное такое название. Расшифровывается оно как Vibe On You, и в составах косметики этого бренда содержатся такие драгоценные, дорогие компоненты, как платино, черная икра, масло, ши, женьшень, кератин. И вы, наверное, сейчас подумали, что, наверное, эта косметика стоит каких-то космических денег. Но нет, у меня здесь для вас хорошая новость. Косметика это по ценам весьма демократичная. Купить можно, кстати, на Валдбере, ссылки все будут в описании под видео. Вообще, в целом, концепция бренда основывается на симбиозе традиций корейской народной медицины и современных технологий. Сначала обсудим уход за лицом, а потом уже перейдем к волосам. Для лица у меня линейка Energy Up. Два ключевых компонента в этой линейке это аденозин и женьшень. Аденозин мы с вами знаем, что это очень хороший антиэйдж компонент. Он стимулирует выработку коллагена, он делает кожу более эластичной, более упругой, борется с признаками старения, с морщинками. Также он работает над выравниванием рельефа кожи и делает тон кожи ровнее. Женьшень это как такой энергетик для кожи с противовоспалительным действием. Я думаю, что это просто идеальная комбо для такой возрастной категории, как у меня. Кому немножечко 30 плюс или к 30. Потому что как раз таки в этом возрасте ты начинаешь замечать, что уже какие-то изменения на коже появляются. Но при этом у тебя еще могут вскакивать какие-то прыщички, появляться акне. И вот этот уход как раз таки учитывает и возрастные изменения, и проблему с высыпаниями. И по-моему это просто идеально. Все это время держу в руках тонер. Тонер мне очень понравился. У него такая вязкая гелеобразная текстура. И он работает по сути практически как сыворотка для лица. Он дает очень классное увлажнение коже. Я думаю, сейчас когда начнется жара, я буду пользоваться только тонером. И я даже не буду дальше еще там сыворотку и крем наносить, потому что мне уже от одного тонера будет достаточно увлажнения. Так как текстура у него гелевая, а не водянистая, его удобнее наносить аппликативно, то бишь пальчиками. Тонер абсолютно универсальный, он подойдет разным типам кожи. И тем, у кого сухая кожа, и тем, у кого кожа жирная. Серум тоже имеет гелевую текстуру. Он тоже классно увлажняет, напитывает, смягчает кожу. И после него появляется тот самый эффект чок-чок, за которым гонятся все кореянки. Это когда твоя кожа такая вот глянцевая, сияющая, холеная. Мне безумно нравится, когда кожа выглядит именно так. И вот когда твоя кожа так красиво сияет, даже не хочется сверху еще какой-то макияж наносить, чтобы вот не приглушать это сияние, чтобы не мотировать его. Может быть, вы, кстати, заметили, что в моих последних видео у меня очень такая сияющая кожа, как раз-таки с вот этим эффектом глаз скин, и это все благодаря вот этому уходу. Сегодня я тоже использовала этот уход, и можно видеть, как лицо красиво светится, при том, что я сегодня вообще не использовала никакого хайлайтера. Просто легким слоем нанесла тон, румяна, ну, макияж глаз, это понятно. Ну, в общем-то, ничего для блеска, для сияния я на лицо не наносила. Еще в линейке Energy Up есть дневной и ночной крем для лица. Да, у обоих кремов такая довольно насыщенная текстура, и они дают очень хорошее питание коже. Ночной крем мне прекрасно подошел. Вот на ночь я как раз-таки люблю более питательные средства, чтобы кожа за ночь хорошо восстановилась, напиталась, увлажнилась. Я бы сказала, что он действует вообще как ночная маска. Вот многие ночные маски дают такой же эффект, как этот крем для лица. Как бы никакую маску ночную отдельно покупать не нужно. А дневной крем для моего комбинированного типа кожи немножечко тяжеловат. Все-таки, вот если у вас сухая кожа, я думаю, что два дневного крема будете просто в восторге. Он вам идеально подойдет. Мне из этой линейки идеально подошли тонер и серум. Это прям вот то, что я могу 100% посоветовать для жирной и для комби кожи. И еще не отметила у всех средств от линейки Energy Up очень такой ярко выраженный аромат женьшеня. У женьшеня классный бодрящий пряный запах. Мне лично этот запах очень приятен. У меня он вообще ассоциируется с настойкой женьшеня, которую я когда-то пропивала курсом. Мне врач выписывал. У меня в то время было низковато давление. И вот мне прописали пить женьшень курсом. И, кстати, мне очень хорошо помог женьшень. Я себя чувствовала гораздо лучше. И давление нормализовалось, и энергии больше появилось. Поэтому у меня женьшень ассоциируется исключительно с положительными эмоциями. Переходим теперь к уходу за волосами. Вообще в бренде VionU есть разные линейки. И с зеленым чаем, и, по-моему, черной икрой, и с платиной. А у меня линейка снова с женьшенем, с экстрактом золотого женьшеня. И эта линейка направлена на стимуляцию роста волос, на борьбу с выпадением. И также она подходит для проблемной кожи головы. Вот если у вас скакивают какие-то высыпания на коже головы, если у вас появляется перхоть, зуд. Вот эта линия, она как раз-таки в том числе и для решения этих проблем. У меня три продукта из этой линейки. По логике, начну, конечно, за шампуня. Шампунь здесь сульфатный. У него довольно густая текстура, он очень хорошо пенится и очень хорошо промывает кожу головы и корни волос. Идеально подойдет для тех, у кого жирная кожа головы. Второй продукт это уход за волосами и за кожей головы. То есть это кондиционер, который мы наносим не просто по длине, как мы с вами привыкли, отступая от корней. Мы его наносим прямо на кожу головы и распределяем по всем волосам. И я вот от этого продукта просто в восторге. Мне невероятно понравилось это средство, потому что оно и за кожей ухаживает, и за волосами ухаживает. Оно снижает жирность кожи головы, убирает зуд, какие-то раздражения, неприятные ощущения на коже. При этом еще здесь есть компоненты в составе, которые стимулируют рост волос. В общем, просто восхитительно. И последнее средство из этой линейки это лосьон, стимулирующий рост волос. Он также с ментолом в составе, и он еще дополнительно усиливает вот это кайфовое ощущение холодка на коже. У него абсолютно нежирная текстура, он не утяжеляет и не жирнит корни волос, что для меня лично очень важный фактор. Его удобно наносить. Здесь хороший распылитель. Цель он такой тоненькой, достаточно струйкой распыляет, как раз удобно по проборам нанести. Наносить его нужно на чистую кожу головы после мытья, пока волосы еще влажны. И обязательно сделайте себе несколько минут массажа, чтобы еще дополнительно простимулировать кровообращение и усилить эффект от этого лосьона. Вообще, у меня сейчас стоит цель побыстрее отрастить волосы. Мне надоело коре. Сколько я уже хожу с коре? Наверное, уже года полтора. В общем, оно мне знатно надоело, хочу обратно отрастить волосы, чтобы потом опять их отрезать и опять ходить с коры. Еще в бренде есть вот такая интересная штучка. Это массажная щетка для мытья головы и для массажа кожи головы. И я сначала, когда ее увидела, думаю, ну, какое-то баловство, какая-то непонятная, ненужная вещица. Но на самом деле, девчонки, это такая крутая оказалась вещь. С помощью этой щетки можно мыть голову с шампунем. Она хорошо вспенивает шампунь и помогает хорошенько все как следует промыть. Либо можно ее просто использовать для массажа кожи головы. И так мне нравится даже использовать ее больше. То есть я просто на сухие волосы сажусь и делаю себе массаж. И она так классно массажирует вот эти вот зубчики, как будто, знаете, как цепкие пальцы захватывают твой скальп и хорошо его проминают. И вот стоит буквально 3-5 минут поделать массаж этой щеткой и потом посмотреть в зеркало на свою кожу. И вы увидите, как у вас раскраснеется кожа головы. То есть она очень хорошо массажирует и стимулирует кровообращение. Кровь переливает к волосыным луковицам. И это, безусловно, очень полезно и для роста волос, и для состояния волос. И плюс еще массаж кожи головы дает такой релаксирующий эффект. Если хочется расслабиться, если как-то немножко перенервничала, чувствуешь себя напряженно, помассируй кожу головы. Так ты и волосы свои улучшишь, и свое эмоциональное состояние улучшишь. Еще что у меня есть. У меня есть еще вот такая масочка для волос с кератином. Эта маска идеально подойдет тем, у кого окрашенные, ослабленные, поврежденные, сухие волосы. У нее густая питательная текстура. Она очень хорошо увлажняет, напитывает, распутывает волосы, смягчает. И если хочется усилить от нее эффект, можно ее наносить под полиэтиленовую шапочку, либо под пакетик. Сверху феном прогреть, минуточки, две, три. И потом 10 минут походить. И вот под воздействием тепла свойства этой кератиновой маски максимально раскрываются. И когда ее смываешь, волосы просто как шелк, как после какого-то салонного ухода. Очень хорошая питательная маска. Сыворотка для ослабленных волос 5 в 1, шелк для волос. Это несмываемый уход для волос. По текстуре это легкий трем. Его можно использовать разными способами. Можно наносить на влажные волосы в небольшом количестве перед укладкой. Для дополнительного увлажнения, для смягчения, для защиты волос во время сушки. Можно использовать как маску. Наносить на волосы, оставлять на 10-15 минут, потом смывать. Его еще можно использовать в течение дня в небольшом количестве. Наносить на сухие волосы, для того, чтобы пригладить, снять статику с волос. Сделать волосы более гладкими, более блестящими, более послушными. Приятное средство не утяжеляет, не жирнит. Я люблю такие кремовые несмывашки для волос, вы знаете. Поэтому этим средством с удовольствием пользуюсь. Оно заняло достойное место на моей полочке. На десерт я ставила очень интересную расческу. Эта расческа выиграла премию Главур в 2021 году. Как вы видите, у нее такая необычная форма. Она очень мягкая, гибкая. Она подстраивается под форму головы. И зубчики у нее таким образом расположены. Сделаны из такого материала, чтобы бережно прочесывать волосы. Не цепляя их, не выдирая. Если есть какие-то запутанности на волосах, она очень бережно их прочесывает. Плюс приятно массажирует кожу головы. И за счет того, что здесь есть отверстие, ей удобно сушить волосы феном. Процесс сушки феном ускоряется, потому что поток воздуха от фена проникает в отверстие этой расческой. И, кстати, еще такой моментик. Ее очень удобно чистить за счет того, что здесь не монолитное основание. Вот эти вот отверстия здесь не скапливаются загрязнения. И ее очень быстро и легко промывать и очищать от накопившихся волос. Можно ее использовать и на влажных, и на сухих волосах. На влажных волосах тоже пробовала. Я пробовала ей даже маску по волосам распределять. Она очень деликатно прочесывает. Даже влажные волосы она не рвет. На сегодня все. Ссылки на все средства буду ждать вас в описании под видео. Желаю вам великолепного дня. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И я буду очень рада вашим лайкам и комментариям. Пока-пока. До встречи в новых видео.